друзья всем привет в инканале team spirit это снова мы мы снова продолжаем свой путь на ряд masters 2023 сегодня у нас игра против team master на арене у парней прошел уже первый праг сейчас будет 2 после мы уже подвигаемся на саму арену как прошел первый про как прошли паблики твои выкройнее я выиграл три паблика ого три подряд до после проснулся в 11 сейчас у нас был праг у нас нереально улел дискорд у нас был короче пинг 700 или 600 где-то в дискорде и когда кто-то говорит короче в жизни его слышите по и так уже в жизни в дискорде этот звук появляется секунду а это как вы решили эту проблему мы решили эту проблему просто горели все в дотах короче мы вышли из дискорда и типа сидим и в доте общаемся просто вчера я разговаривал с илюхой он сказал что в принципе принципе это удобно соперник для вас вы выигрывали их на тримлине недавно недовольны неплохо играют у них есть определенные стратегии у них хорошие пики мне кажется и у каждого из игроков есть хороший кул на свою позицию потому что у них сейчас произошла замена в виде локи играть как я думаю это тоже усиление для команды судя потому что говорили право боку как отмейте и я в принципе думаю они будут очень хорошо играть там все такой же с мою все такие же челны сайда которые пикают он на игровка 20 21 думаю 2 1 проигран карты не про не бывает нас ну да это факт вы сюда на арене друзья приехали на арену ждем игру наслаждаемся погодой мы стоим наслаждаемся жизнью и ждем третью карту и будем сетапиться на какой-то другой арене параллельной вселенной нам сказали что да мы можем не ждать пока они уйдут ждем мы ждем мы ждем пока они уйдут играем на той же арене играем на той же арене вот и полеем зале и болеем зале а почему залина болеем за хорошую игру за хорошую почему залить не на самом деле мы болеем за быстрее выиграет да пожалуйста снесите накуку кто-нибудь на третье мы не будем даже полтора часа зайчонок зайчонок чё творишь сандр нажали при побежал нет я болел за наш это наши а так я болел за лики ну пора бы уже дать им реванш да это конечно там там ниша решил ультануть 40 до 0 смертей дэн сегодня покажи что-то похоже я не буду показать похоже покажу лучше ребят идут настраиваться а я с ними лутс гоу бойз малыш друг все мы пришли уже на стейдж игра на том же самом месте надеюсь на счастливом прошлась мы выиграли здесь 2-0 поэтому не будем изменить традиции yeah half information on it's gonna be another minute though we can see gitaro is going to get nullified from collapse onto my favorite gets off to be kb the ice class is coming as well a nice this arm onto the tea can't really some mail is next no by back for either О, Ярик, накрывай всех, блядь. Crystal Dex работает. Хорошо, что Макбул шел в лес, ты мог линюк подфармливать. Да. Ты же можешь что-то выйти и задуть, и у тебя даже по леву... Я получил, типа, на лебела, пока он начал играть. Честно минус, что все-таки чуть-чуть лучше, наверное, могли отстоять внизу, не отдать ФБ. Кстати, нибольшая игра была, у него на 400 минуты Даггер. А, Леона? Так он просто стаки сделал, Ланай все закачала, он получил гильду. Он просто бегал, еще киуч видишь, сделал там, это было очень удачно. Когда мы стакаемся, они не могут играться. Три физкоры, это, мне кажется... Я вот думаю, что мне купить. Я купил Муншард, но я думал, бабочки мог купить. Ты мог еще шилу купить, на самом деле, просто... Не-не, атак спид нужен. Не-не, атак спид нужен. Естественно. Дай выше 600. Если иначе купить, всегда какой-то БКБ есть, когда Сильвер появится в полиции. Не-не-не, мне именно нужна была шмотка на атак спид. Да. Именно шмотка на атак спид. Может банту, но в конце мне казалось, вот когда тебя Сильвера убили, что тебе надо будет БКБ, потому что, чтобы ты мог нажать БКБ, зайти и бить под Рор. Но я потом подумал, что если мы заберем Рошана, они так нападут, нажмется Рор, Дэн там разведет свою хуйню вот эту всю, там вообще нереально драться им будет. Да-не, ну а мы и так выиграли драку, где они тебя через Сильвера убили. Даже несмотря на то, что там фокус в клинкса аппарата ультра Рор был, а его форснули, спасли. Но мы даже так выиграли драку. Но там еще Токубар пойдет бить Тауэр, такая подходит. Между Товарами под Дэна ставить трэпу. Но в этот момент уже вот, уже вот очевидно, что она в залику пробегает, бежит к нашему Тауэру, начинает его бить, что как бы она нихуя не просто так это делает. Вот там как-то концентрации не хватило или читки просто, что... Мы хотели Т1 сломать и у нас на этом был фокус. Мы хотели, они туда пришли, они нас кокнули, но потом что-то они там чуть постояли, побежали в мид. На вейве не показывается следующим никто. Да. И вот этот момент... Еще неожиданно было, когда меня в боте убили в пятером. Я не думал, что меня там в пятером убьют. Клинкс в стопе пошел. Там могли бы выходить, я бы чувствовал, что... Их тут такой яблый. Я прям чувствовал. Я не знал, что там еще и Клинкс будет. Ну, вторая уже драка это Нарошани Буак, и там мы дрались с Нарошани в втором. Я понимал уже, что он просто, ну если они за это... Как они вообще будут драться? Он подходит к Чоу, получает рор, выходит при стопе, просто под Кирасой, под Владимирсом, 15 стаками и все, я хуяр хуй болошь. Это, честно говоря, может быть уже хороший игрок. И Спирит возьмет четыре. Рубик, вынужден вернуться к своей базе. Когда мы на Ване подходим? Да, да, да. Я это очень долго знал. Знаешь, что вот неделю двенадцать было. Приятные игры были на самом деле. Да. И победа мы выиграли. Но это победа конкретно в одном по три. У нас получается 6-0 против 6-0. 6-0 против 6-0. Ну так вот. Но все равно прикольно. Пак прикольный. Кончится 6-0 против европейских команд. И 6-0 против команды из СНГ. Все будет. Шикарно, я с Граундер сильный в игру. Ты очень хотел? Очень хотел. А ты играешь на Драк Сири? Нет. Ты не играешь на Драк Сири? Да я не играю на каком из этих героев. Мне пикают бестов там, я не знаю, тимберов каких-то. Дайте мне Багнессу Марса и все. Ну да. Что за фигня? Я устал уже, ну, серьезно. Респект. Респект. Кому респект? Яркую респект за то, что он не пикает не тех героев, которых я прошел. У меня деспект тебе за то, что ты можешь играть на герой, на котором ты не играешь. Я играл в общине. Он играет на Сибири и не играет на Драк Сири. У нас был когда на 20-й минуте, у нас 8 килов, 7-0 у Лишака. Вот я на килл партиципэйшн считаю 93% или спокойно. У меня там до хоя было. Я вообще думал, что у меня одного киллописца. Один килл без Лишака сделали за всю игру. У нас веселье Лишака было, да? Мы с ним бегали все время. Мы с ним бегали все время. Я все зафаривал. Я в Сибире фармил. Вот так его в жопу запихнули все эти стаки на Лишаке. А он просто вышел раздутый. Такая тупая смерть у меня вторая. На речке. Когда ты пошел на речку... Когда я на хайграунд зашел, а там, блядь, Эмбер Дум. Ты успел еще килл тарчик на Эмберя, но он тебя наказал. Надо было на Дума кидать. Он меня чейнит, я нажимаю манту, выхожу. Ты же на реакцию все это сделал. Поэтому у тебя реакция первого Вилла Эмбера сразу ждала. А что ты думаешь, в пан или в бэдбом? Бля, тут непонятно. Я верю больше в пан почему-то. Но вот как-то ближе. Такие не очень стабильные. У них просто, мне кажется, для Лана... У них пики очень хорошие. У них для турнира такого очень много. Стратегий, грязный. А вот если бы вам комфортнее, с кем было бы сыграть? Мы с бэдбомом. С бэдбомом тяжело. Бэдбомом более стабильный. У них стабильные драфты. Это нечего-то такого. У пан ввремя флекс. Вся эта история. У них такой артлекс. У них все герои, но все игроки проще играют на чизного героя. Неприятно. У нас 6-0 против насекоманд. Как тебе такая информация? Ярослав. Да, слушай. Настер побеждать в Венера. Нам не привыкать. А, не привыкать? Конечно. Сейчас какой план у нас? Просто буду дальше жить. Ну и завтра уже, типа выходной. Будем, конечно, так же тренироваться, готовиться. Смотреть матч. Панда Бэдбом? Да, следующий матч будет очень интересным. Так что... В парке сказали, что интереснее было бы сыграть против Бэдбома. Ну, не интереснее, а легче. Удобнее соперник. Ну, сказал. Я считаю, что это сильная команда. И против тех, и против тех будут свои трудности. Я думаю, ну точно матч будет сложнее, чем против Паста. Вот. Что я считаю. Но лично мое предпочтение, я бы больше против Паст играл. Потому что предыдущая наша встреча была такая тяжелая. До тоненького. Да. И я понял сам ошибки, которые допустил. И хочется их вновь не допустить и сыграть совсем по другому. Друзья, увидимся послезавтра. Завтра ребята будут играть просто праки. Правильно понимаю? Тренироваться, готовиться к фандам или бэдбомам. Конечно, расслабляться нельзя. Друзья, у нас следующий игровой день. Играем против бип-боп-тим. Парни сегодня, как обычно, играли праки, паблики. Да, какие у нас результаты? Проснулись, улыбнулись, покушали, поиграли, размялись, играли прак. Нормально все прошло. Здесь суркангстов. Ну да. Каждый день все одно и то же. Вы натренировали на праке то же самое, что хотите пикать? Или это нечестно происходит? Ну не факт, конечно, что так именно и получится. Все-таки мы как бы играли-то не против биби-тим. Вот, поэтому не понятно, что будет. Мы, конечно, готовились чуть-чуть к другому. Не к тому, против чего мы сыграли на праке. А так, то что, есть идея, есть уверенность. Будем пробовать. Ну смотри. Будем побеждать. Мага сказал-то, что он максимально уверен в твоей форме. То есть на пике, можно сказать. Да, наконец-то. Вот, да. Как ты считаешь? Ты на пике? Да, я считаю, что Мага на пике. А про себя если? В целом, довольно уверен в себе. Намного более уверен, чем было еще там до Лиги, до Дрим Лиги, до Бали Мэжера. Сейчас, определенно, я чувствую себя лучше. Два-один. Мага, лучше все на ошибках, да? В этот раз головой не ударился. У меня один лишь только будет. Я не могу проиграть. Я не могу проиграть. Я не могу проиграть. А вырубает камеру, прикинь? Я не могу проиграть. Короче, было не так. Было вообще не так. Я говорю Айрапу. Перед игрой с Австер. То, что у меня есть чуйка. То, что мы 100% выиграем. Но она появляется у меня редко весьма. Там раз в три месяца, может раз в месяц. Сегодня, к сожалению, чуйки нет, но я верю в наших парней. Вопрос такой. Вчера очень многие говорили, что они хотели бы сыграть с бутбумами. Потому что у Nine Pandas флексибл пики, с ними трудно, все такое. А что насчет бутбум? Какая у них сильная сторона? Как ты думаешь? Очевидно, лейнинг. Очевидно, у них хорошая макроигра. У них довольно базированные, но немного неожиданно. Они умеют быстро играть, хорошо играть. У них хороший лейнинг, с которого они просто добирают преимущество еще больше и просто заканчивают игру. Что мы будем делать против такого? Против сильного лейнинга? Пикать героев именно на лейнинг стадию, делать на это упор или как? Или просто более аккуратно играть? Во-первых, хорошо играть лейнинг. Пикать нормальных героев. Если у нас будет второй пик, мы будем закрывать их героев. Если будет первый пик, то будем просто пикать сильную даву из героев. Которую очень трудно закрыть. И по игре просто мы смотрели их мовы, смотрели их демки и плюс-минус уже готовы к их... Понимание есть. Понимание есть. Супер. Дожидаемся окончания игры и отправляемся на сцену. Сетап происходит в данный момент. Ничего не меняется. Плавиатура, мышка, коврик. Тише, мальчик. Ничего не забыл? Тише, мальчик. Я ли заряжен? Да. Не. Ты нормальный? Просто обычный парень. Пришел поиграть доту. ТИМ СПИРИТ! Тише, мальчик. Тише, мальчик. Тише, мальчик. Какие потенциалы? Мальчик. 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 Тише, мальчик. Тише, мальчик. Тише, мальчик. Тентакл, Равич, Форс. Мы там ставим сентри. Т2 у нас там, ну, вот в боте Vision стоял, потом за тавром стоял. Они полностью все тайминги стоят, мы бегаем по вардам. Еще минус, что мы не можем открыть тавр. У нас, наверное, просто может даже... Я даже не знаю, мы просто нигде... Ярик не должен просто от меня уходить. Типа не должен пытаться Свена разъебать и так далее. У меня просто стоит Тайт Коттл, задувают, спамят в меня кнопки, потом нажимается в меня смок. Не думаю, что его Falcon лучше тебе купить. Falcon? Зачем мне? На Manu Hotback как-то. Вот у тебя как-будто его найти столько, что тебе больше бы дал Falcon просто для фарма. Просто слишком, по-вижу, нас переебали, они больше видели, чем мы. Мы просто не знаем. Это проблема в том, что мы убираем там, где они... Еще мне супер не нравятся пикмираны. Я не знаю. Лучше бы Феникса взяли в тени, когда видим что-то мощнее. И это хоть какой-то демож и под Олену комба просто даже вот четыре героя Олену поставилась и... А Феникса мы не подумали. Субтитры добавил D. Субтитры добавил D. И эти техники с мертвыми, это может быть все. О, дизайн! Субтитры добавил D. Они все подходит. Тихо, тихо. Я еще стал лучшим. Мы играли фуёвое. Убей! Убей! Сука! Убей! 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 Прилучий, мастер! Просто лучший, хороший! Ну иди сюда. Актер, ебаный блять! Кайф, кайф. Саяд спасибо… поддержали нас. Сами были снижены Парни лучшие!!! Маг не обманул, сказал после драфта, когда я уходил, Маг мне говорит Эйрат не СЫ, разъ**έел Мне кажется, настолько возможности было Мы проиграли 2-3.000, но мы играем настолько цикливо Друга, а кто мы такие, если не устроить шоу- Аж с Поляшком как будто бы пытекло Но у нас есть панга с Дягусом, у нас 2 домик на минут 14-15 Уже и Хроны есть Ну, frost rodzice, парни, нормальный Ебаный свет, у Леона, блин, быстрый. Вообще ноль действий, ноль смоков, ноль ничего. Где-то линии, возможно, могли лучше оставить, но это не так важно, потому что в 2015-2016 минуте меня ультра устраивает по таким героям. Ебейся, ребят. Три. От 0.10 Леона. Да все нормально. Просто мимо проезжал, залетел в топ-3. Нормально. Я примерно такого не ожидал от этой серии. Все такого ожидали. Димас, не бачите, а седый голос добавил? Это пиздец. Пять байбеков нажал, говорят. Пять байбеков, но Илья Фейс. Не хватало, Дэнчик хорош. Линзы очень не хватало. Ты знаешь, я каждый раз, когда я в игру, я такой, я такой, блядь, что вы делаете? Почему он не байбек, если сука? А там, знаешь, внизу сначала замес, там, подставлено, бля, в центре было охуенно, они прям в сетапе, либо в тб, сейчас, я такой, я просто, Илья, блядь. Конечно, Люк, сразу видно, кто на 8-мейте скиловый, даже если ты более поставишь в первый купол, то в конце просто будет тапл-трипл баш сразу, на этого, на полу-темпер спириту. Сразу видно, у кого я считаю, почему он не байбеков, а я, блядь, потому что я знал, что байбек овер мегагриппов в этой ситуации. Я понимал, что мы выиграем уже. Да, мы взадебхались и убили всех. Когда у меня появилась МКБ, я просто всю игру, я говорил, парни, я их захуярю, я их просто захуярю, дайте мне, просто найдите драку и все. ДПС Лига на лане, согласны, узнали, что это похожее было? Мне кажется, у нас в какой-то во втором сезоне, что ли. Да, так игра, где я на дробке с секс-машиной, очень просто, просто два часа отборнейшей ебли. Ну что, закончилась самая, кстати, самая длинная игра на турнире. Вы убили рекорд квестов на 3 минуты. Да. Что-то там вроде. Это была наша главная цель. Поэтому рекорд есть. Так, ну конечно, пора что закончить. Это победа для мамы. Мама с днем рождения, поздравляю. Вау, у тебя с днем рождения мама? Да. Юбилей. Вернулись с Яриком в отель. Вот, эмоции уже подутихли немножко, сможем, так сказать, рассказать про игры. Вторая, третья карта, интересно. Насчет второй. Был ли это овердрафт вообще? Зачем нужен был разор? И, ну, по ощущениям не хватало просто урона у драков. Да, овердрафт был, но не с нашей стороны. Вот. То есть у врагов был драков получше. Я думаю, когда мы еще взяли Мирану пятнадцатую, это уже был плохой пик. Мы, по сути, ожидали, ну, понимали каждого героя, которого они могут взять. Но, в целом, как бы сказать, идея, в которую мы поверили, она казалась все-таки не очень. Разор мы тоже заранее прям спланировали еще. В восемнадцатом. Ну, короче, тогда еще про Мирану пикали. Мы уже о Разоре, я помню, подумали. Потому что мы понимали, что они пикнут Тайда и так далее. И мы взяли поэтому Марса. Мы знали, что Разор не забанят. Мы взяли потом Разор и думали, что Марс будет просто закрывать варенье этого Тайда. Мы будем его убивать. Плюс они еще взяли Свена и Разора. Есть свои как бы и плюсы, но в то же время и минусы. Ну, в общем, основная была все-таки, наверное, проблема в том, что вот, как бы сказать, наши трио, вот это Сансер, Шторм и Мирана, ну, слабенькая против Котла Тинни. У нас на даже неплохое было начало. Мы там с Илюхой начали хорошую линию. Потом я еще боту в Миде забудил. Думал, у Миде тоже все хорошо выпал. Потом я еще портал залетел. Ну, вот после ровно этого момента, так сказать, Илюха не смог уже стоять один, потому что его там приоружили. Потом еще Санек на Батрайдере украл у нас руну. Тоже хорошо сыграл. Это тоже нас сильно стопануло. Вот. Ну, а нам, как бы сказать, чтобы доминировать в этой игре, нужно прямо начать все четко делать. Да, потому что вот этот Тинни под котлом бегает, он слишком неуязвимый практически. Я думаю, в третьей карте у нас уже был намного лучше драфт. Но Баба Тин хорошо очень... State line. State line, да? State line линии, хорошо очень присинкуют, захватывают номинацию. И все это у них, опять же, очень хорошо получилось. Мы где-то плохо сыграли. Где-то, ну, как плохо, просто Дурак нас где-то переиграл, мы где-то чуть-чуть неправильно сыграли. И, собственно, ну, мы в целом понимали, что у нас будет такой как бы драфт, он не совсем прям ориентирован на линии, да. Да. Больше уже на какой-то там леет и прочее. Ну и, собственно, так и получалось потом, потому что игра протекала так, хоть мы и проигрывали там, ну, большим отрывом. Да, отыграли, да, 35 тысяч. Ну, короче, мы проигрывали там 20-30 тысяч голды. Да, да. Но мы все равно чувствовали в драке силы, потому что Вольф все-таки очень сильный герой. Если ты его не можешь убить, то тебя сам как бы постоянно потихонечку убивает, где-то поставят хрону на всех, тоже всех убьет. Ну и, в общем, мы чувствовали в нашем драфте силу. Поэтому, конечно, мы с чем не сдавались там ни на секунду. Но ты верил в переворот прям максимально? Ну как верил? Я, конечно, были моменты отчаяния, потому что все-таки я играю на яче, я не совсем понимал, чем мне делать. Я не особо смог нормально разобраться в билде, как он мне прям правильно сделать. Сейчас я уже, конечно, сделал определенные выводы. Вот, по сути, мой плюс-минус импакт был только в том, что я где-то поспричивал линии. И когда там били третью сторону, я там уже пошел и начал ликвидусами бить с ТБ. Вот там я уже начал раздавать дэвош. И когда я купил хекс, я тоже уже начал импактить. Но в целом до этого момента я не особо чувствовал, какой я делал импакт. Мы там первый раз их убили, сразу им сломали по две или что-то такой стороны. А когда их еще раз убили, уже закончили ликвиду. То есть вот так это работало. После завтра у нас играл с Ликвид. Какие у тебя ощущения на этот счет? Что, Ликвид там тоже в очень хорошей форме. Прям играют прям, ну... Да они хорошо играют, это видно. Прям тоже выгрызают победой, до конца борются там. Несмотря ни на что, как там завершили спинкушу, это тоже что-то легитарь. Прям вообще не говорим. Вот. Думаю, матч, конечно, тоже будет интересным. Серьезно, сильный соперник. Будем, конечно, готовиться, как и всегда. Спасибо за просмотр, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.